Ситуация понятна. Места, где строить, как вы понимаете, мягко говоря, немного Практически нет Копают котлован, добираются до скального основания Заливают бетоном Либо ставят столбчатые фундаменты, либо ленточные Но уже на скальное основание А потом ставят дома Все дома, которые сохранены, они все стоят на скальном основании Все дома, которые здесь исчезли Они так или иначе были убиты вечной мерзлотой А где же люди-то жили? Вот в этом самом условиях Для понимания процесса хочу вам рассказать так В 30-е годы на 9 заключенных 1 вольный В 40-е на 8 заключенных 2 вольных В 50-е на 7 заключенных 3 вольных Поскольку речь шла о 30, 40 и даже 50 тысячах населения в то время То мы говорим о том, что у нас были тысячи вольных жителей Бараки Какие бараки? Бараки все у заключенных Регламентные Относительно теплые Приподнятые над землей С двумя печками Заключенные получали пайку Получали теплую одежду по разнарядке И получали все, что необходимо Потому что заключенные у нас Это инструмент У нас не такой лагерь, как везде Про который мы с вами привыкли Думать, что это лагеря уничтожения Это ничего подобного Производственный лагерь Где каждый заключенный навес золота В навигацию завезли контингент Определенное количество До следующей навигации у вас не будет ни единого заключенного И вам с этим работать и давать план И дураков нету, чтобы их здесь убивать или еще что-то Их надо заставлять работать, поощрять И для этого работала очень мощная система Которая стимулировала заключенных к работе Была зарплата Было так называемое расконвоирование Была культурно-воспитательная часть Которая показывала по субботам За хорошую работу кино И много-много чего еще Но если саботаж, плохая работа и так далее То конечно же да, штрафной изолятор Каларгон и все такое прочее Каларгон так назывался Штрафной изолятор А сейчас мы с вами находимся на месте В котором было совершено должностное преступление Хочу выгнать вас опять Или посидеть, или что Ну когда мне это зимой говорят, ну я понимаю Ладно, ладно, давайте посидим До определенного момента Дальше вы должны будете прочувствовать и мы выйдем Итак, смотрите Что происходит В 1938 году на риск приезжает Очередным директором комбината Абраамий Павлович Завинякин Предыдущие директора комбината Матвеева Владимира Зависимировича Посадили Посадили как не справившегося Со своими обязанностями Это была самая большая несправедливость В нашей истории Потому что он-то здесь все и сделал Узкоколейку построил он Зоны создал он Первый опытный завод поставил он Все, что только можно было подготовить Он подготовил, не имея для этого В общем-то никакого вектора Потому что ему никто не сказал Какова конечная цель всего этого И тогда Завинягин Получив назначение Прежде чем ехать на риск Добивается аудиенции у Сталина Приходит и говорит Иосиф Фессарионович Задачу надо ставить А мне ни один министр задачу поставить не может боиться Мы что делаем? Мы вот здесь делаем полуфабрикаты Отправляем на материк? Или же мы здесь делаем заводы полного цикла И тогда здесь не вахтовый поселок А полноценный город И тогда Сталин ему говорит дословно Будем строить промышленный комбинат полного цикла И город комфортного проживания Лучше чем столица Аляски Город Ном Этот сетап Получив такие указания Авраамий Павлович отправляется на риск И для того чтобы строить город комфортного проживания Он выписывает из Ленинграда Семейную пару архитектора молодого 27 лет Ну сейчас молодого по тем временам уже зрелого По другому да люди взрослели Архитектора Витольда Непокайчицкого И его жену тоже архитектора Виталия Владимировна Минюнка Эта семейная пара приезжает сюда Для того чтобы строить Новильск Красивый Комфортный Архитектурный город До какой степени Вот мы С вами все время думаем Сталинские репрессии Такое жуткое время Когда такое нагнетение было туда-сюда Я читаю автобиографию Непокайчицкого И не одну И везде он пишет Я Витольд Непокайчицкий Запятая Два Ленин Запятая И дальше По тексту Это что? Это как? А то что он для того Чтобы потребовать У него же требования были Рейдер как сейчас говорят Забронировать квартиру В Ленинграде Дать зарплату В две тысячи рублей У директора комбината Т-200 Предоставить квартиру здесь И тому подобные требования Ну ему конечно пообещали Когда он сюда приехал Ему зарплату дали гораздо меньшую Квартиру конечно же забронировали В Ленинграде А здесь Он сам понял Какие у него требования дальше Плохие Потому что люди здесь Жили в самостроенных балках Не в бараках В бараках счастья В балках Знаете что такое? Это такие хижины Которые делаются Из любого подручного материала Вот так вот В стеночке На 25 сантиметров Друг от друга Внутренне заполняем Вот все что нашли Грязь, шлак Трава Опилки Это для тепла Два на три метра периметр Сверху крыша Внутри Печка И в таком вот Полке Мы с вами живем Сколько Нас человек Еще раз Два на три Печка Восемь Документально подтверждено Четверо спят Четверо работают Потом меняемся А потом Какая-то семейная пара Там это еще с детишками На секундочку Образовалась Им тоже жить негде Они к нам пристроились Чтоб теплее было Чтоб лишнюю стенку не ставить И таким образом Вот здесь у нас Возникает поселок Называется Индивидуальный Порядка 60 домов Вот таких вот Официально зарегистрированных Антисанитария Жуткая Но мы ждем зимы Мы все ждем зимы Знаете почему? Потому что Норильск город не летний Жара в Норильске губительна А зима это вот Снегом все это заносится И там тепло внутри Вот так вот трубы дымят И дыры вот такие вот прокопаны К дверям Двери все в Норильске Всегда открывались Куда? Правильно Потому что когда занесет Мы должны откопаться Вот так вот жили Вольные люди Не говоря уже о том Что им надо было Что-то есть Что-то одевать И так далее А потом наступила война А потом наступила война И чтобы прочувствовать То как жили люди Здесь во время войны Мы с вами пойдем на улицу Это не зима Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому